Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И мы продолжаем препарировать игру XCOM Enemy Unknown. Сегодня разбираем инопланетян на составные части, на косточки, на молекулы. Вообще, знание противника — это первый шаг к победе над ним. В игре много разных противников, все они довольно неприятны, ну какие-то больше, какие-то меньше, поэтому надо понять их слабые стороны и использовать их с максимальной выгодой для себя. Сразу предупрежу, если я буду называть четыре значения для одного параметра инопланетян, это будет значить, что они соответствуют лёгкой, нормальной, классической и невозможной сложности. По-русски переведено «лёгкая», «нормальная», «тяжёлая» и «невозможная», по-моему, да, сложности. Ну что ж, начнём. Сектоид — это канонические серые человечки. Ну, легендарные инопланетяне из первой части, они даже, в принципе, так же и выглядят. И вы, увидев их в любом месте, не только в этой игре, а просто вот такой типаж, сразу скажете «О, инопланетяне!» Они не очень сильные. Ну, в принципе, это вообще первые инопланетяне, которые вы увидите на любом задании, то есть самые лёгкие. И им достаточно одного выстрела из винтовки, чтобы умереть даже на невозможном уровне. Они могут вас стрелять, но также, вот что интересно, они используют опилку, такую спецвозможность, которая по-английски зовётся «mind merge», на русский я бы это перевёл «обмен разумом» или «слияние разумов». Вот вы, когда во время игры видите, что один сектоид начинает такие фиолетовые волны отправлять другому сектоиду, то это вот то самое. Значит, вот эти волны дают плюс одно очко здоровья и улучшают прицеливание и вероятность критического попадания. Но тут самое интересное, вот это немногие знают, что если вы убиваете сектоиды, которые производят вот это слияние разумов, то второй сектоид тоже умирает. Значит, очков здоровья у них 3, 3, 3, 4, то есть 4 очка здоровья только на невозможном уровне сложности. Прицеливание у них на всех уровнях 65, только на невозможном 75. Воля 10, защита 0 и оружие плазменный пистолет. Развитие темы сектоидов – это сектоид-командир. Он появится дальше по сюжету, обычно они командиры летающих тарелок. Ну, собственно, это тот же сектоид, только более крутой и более раздражающий. Они не серые, а такие тёмно-розовые, что ли. Ну, естественно, у них больше очков здоровья, лучше прицеливание, лучше оружие, у них даже повышена защита, то бишь попасть в них сложнее. Но самое главное, у них появляется способность контролирования разума, то есть любой из вашей команды может попасть под их контроль. Тем более, что когда вы их встречаете, ещё у ваших солдат, бойцов не очень прокачена воля, поэтому попадать под контроль сектоидов-командиров ваши бойцы будут частенько. Так что, понятно, эта цель должна быть уничтожена первой. Как только встретили сектоиды-командиры, все ресурсы на уничтожение его. Обращаю внимание, что различные танки под контроль разума не попадают. Вот механизированные, которые вы открываете, там, механизированные бойцы. Так что, хорошей идеей будет какой-нибудь танк отправить на разведку, чтобы он открыл сектоиды-командира, которого вы уже добьёте снайпером издалека. Ну и, естественно, способность обмена разумом, которая есть и у обычных сектоидов, никуда у сектоиды-командира не пропадает. Ею они тоже частенько пользуются. Значит, очки здоровья 10-10-14-14. Прицеливание 85-85-95-95. Представляете, как они метко стреляют, да? Воля 90. Офигеть, у меня в моей игре, у моего самого крутого псионика, даже с одетой псионической бронёй, максимум было, по-моему, 98. Защита 20. И оружие у них уже плазменная винтовка, а не пистолет, как у сектоида. Переходим к следующему типу инопланетян. По-английски он называется thin man, на русский перевели дохляк. Если дословно переводить, то тонкий человек или худой человек. Эти странные существа походу думают, что они акробаты, во всяком случае, прыгают постоянно. Для них любое препятствие не проблема. Перепрыгивают фуры, машины. Они очень любят прыгать вокруг вас, через здания, со зданий, на здания и так далее. На лёгком и нормальном уровне сложности у них столько же очков здоровья, как и у сектоидов. Ну, вообще, то есть у них такие же характеристики на этих уровнях сложности и по прицеливанию, и по защите, только воля чуть повыше. Но вот что делает их по-настоящему раздражающим противником, это то, что они могут отравлять ваших солдат. Причём им не обязательно быть рядом с вами, они выстреливают чем-то, какой-то струёй яда или не знаю. И после чего у вас каждый ход у того солдата, который отравлен, будет отниматься по одному очку здоровья. Более того, на месте выстрела этим ядом ещё облако остаётся, через которое, если пройдёшь, то солдат опять же получает отравление. Лечится, естественно, аптечкой. Да, вот я дальше буду перечислять их очки прицеливания. Так вот, имейте в виду, что на самом деле они ещё выше, потому что у них оружие лёгкая плазменная винтовка, которая даёт бонус к прицеливанию, если вы смотрели предыдущее моё видео и помните об этом. С другой стороны, так как у них низкая воля и очки здоровья немного, то они очень легко подпадают под псионический контроль. Ну или вообще их убивать вот первой псионической способностью, как он по-русски называется, по-английски mind fray, а по-русски что-то там отупение, что ли. Он обычно на дохляках со стопроцентной вероятностью срабатывает даже на невозможном уровне сложности. Итак, очки здоровья у них 3-3-4-6, прицеливание 65-65-75-75, воля 15, защита 0, оружие лёгкая плазменная винтовка. Аутсайдер по-английски, по-русски его перевели как изгой, но я бы, честно говоря, я хоть и не профессиональный переводчик, но мне кажется, более правильно было бы назвать его посторонний. Вообще, лично я в игре этих инопланетян видел всего два раза, потому что они нужны по сюжету, вы сначала, типа, труп привозите, а потом живого. И из этого развивается сюжет, я вам не буду сейчас спойлерить, если вы не играли. Они так прикольно выглядят, как будто из кристаллов собраны. На самом деле, никакой сложности борьбы с этими инопланетянами нету, они примерно такого же уровня, как сектоиды, но чуть получше характеристики. Так что, по идее, вы с ними встретитесь всего два раза за игру. Очки здоровья 3-3-5-5, прицеливание 70-70-80-90, вуаля 20, защита 0-0-10-10 и оружие лёгкая плазменная винтовка. Переходим к летуну, по-английски флоутер. Не поверите, но, согласно названию, он реально летает. У них большой радиус передвижения, и у них всегда уровень защиты, типа, они за половиной препятствия, даже если они на открытой территории находятся. Ну, это, видимо, за счёт того, что они в полёте, типа. Главная проблема с летунами, что они могут с флангов заходить. А вы помните, что в игре, если инопланетянин заходит с фланга вашего бойца, то он получает бонус. Точнее, не он не получает бонус, а ваш боец штраф к защите, и по нему легче попасть. А так как летуны очень быстро передвигаются, то часто они используют именно такую тактику захода с флангов. Кроме того, у них такая способность есть. Они, типа, взмывают в воздух, так пропадают с экрана, и потом могут приземлиться в любой части карты. За этим надо внимательно следить, особенно если вы оставляете без пересмотра снайперов. Но, честно говоря, я вот, у меня за всю игру летуны никогда так снайперов не подкарауливали. Хотя к другим солдатам таким образом они подкрадывались. На самом деле, не такая уж страшная способность, потому что они этой способностью тратят ход и сразу атаковать вас не смогут. Но все равно имейте в виду. Итак, очки здоровья 4, 4, 4, 6. Прицеливание 50, 50, 60, 60. Воля 10. Защита 0. Оружие. Легкая плазменная винтовка. Тяжелый летун. Ну, как вы понимаете, все то же самое, что и предыдущий инопланетянин, только больше, лучше, сильнее. У них значительно больше очков здоровья, чуть лучше прицеливание, лучше воля, и они вместо легкой плазменной винтовки несут плазменную винтовку. Поэтому бонус к стрельбе у них еще выше, к прицеливанию. Кроме того, они умеют и любят использовать гранаты. Имейте в виду. Потому что вы привыкнете, что изначальный летун гранат вас не кидает, а тут опа, появляется тяжелый летун и закидывает вас гранатками. Значит, очки здоровья 12, 12, 14, 16, прицеливание 70, 70, 80, 80, воля 25, защита 10, оружие, плазменная винтовка. Мутон. Вот с этого чувака у вас начнутся проблемы. Если вы смотрели мой обзор про XCOM, я там рассказывал, что появление мутонов обычно вызывает проблемы, потому что приходится менять свою тактику. Большой гадкий чувак. Вы начнете их встречать после летунов, примерно во второй-третьей игры. И, как я и говорил, они могут быть действительно очень сложны в прохождении. То есть после летунов у них, у мутонов резко больше здоровья. У них защита примерно соответствует скелетной броне ваших солдат. То есть вы можете посмотреть на скелетную броню и примерно представлять, как защищены мутоны. Ну и попасть в них намного сложнее. Кроме того, когда вы в них попадаете, они используют способность устрашения на того солдата, который по ним стрелял. Если солдат проваливает проверку на устрашение, у него начинается паника. Вообще, честно говоря, у меня чаще всего было, что я вот стреляю в мутона, попадаю в него. Он моему солдату устраивает панику. Мой солдат паникует и добивает этого же мутона. Очень прикольно было. То есть на самом деле, не знаю, может мне так повезло, но вот в этой игре как-то по своим солдатам мои бойцы в панике не очень часто стреляли. Кроме того, у них есть способность зов крови, которая увеличивает характеристики у самого мутона и у другого мутона, который рядом находится. И, наконец, как вишенка на торте, у них еще имеется и инопланетная граната, которую они кидают с очень большой аккуратностью прямо вашим бойцам в ручки. Так что не рекомендую при боя с мутонами собирать ваших бойцов в группы хотя бы даже по два, потому что тогда мутоны с большим удовольствием используют гранату. Зато мутоны слабы в плане воли и псионики берут их под контроль без проблем. Очки здоровья 8-8-10-10, прицеливание 70-70-80-80, воля 10, защита 10, оружие плазменная винтовка. Мутон-берсеркер. Берсерк. Ну, видимо, это мутон, который сожрал свое оружие, поэтому очень злой. В любом случае, оружия у него нет, он дерется руками. Все, что он делает, это бежит к вашему солдату и пытается того пфнуть. Правда, этот пинок отнимает очень много очков здоровья, поэтому будьте осторожны в их приближении. Если он близко к вашим солдатам, вы обязаны его убить, иначе следующим ходом один из ваших бойцов точно ляжет. Кроме того, когда ваш боец в него стреляет, то берсерк после выстрела сделает несколько движений к этому солдату. Не знаю, это такой баг или так задумали все-таки разработчики, но благодаря этому убить берсерка становится очень легко. То есть сначала вы в него стреляете снайперами, которые обычно стоят за вашими солдатами, то есть снимаете большую часть здоровья с берсерка, а когда он подбежит к остальной группке ваших солдат, то есть у них повышается шанс его добить, вы его убиваете. Более того, я таким образом его приманивал к своему солдату, который дугомет держал, чтобы взять берсерка живым. У мутона берсерка есть способность по-английски bull rush, по-русски, видимо, бег быка или как-то так. В общем, смысл в том, что он пробивает препятствия, за которым находится ваш боец. То есть если он, например, стоит за стеной, то мутон берсерк может просто врубиться в эту стену и убить, даже, да, убить бойца. Поэтому будьте внимательны. От мутона берсерка очень хорошо работает хитиновая броня, потому что она снижает урон врукопашную. Вообще хитиновая броня хорошо работает от мутонов берсерков и их кризолидов. Я об этом в прошлом видео рассказывал. Ну и остается добавить, что обычно мутоны берсерки появляются с двумя другими мутонами. Итак, очков здоровья 20, 20, 20, 25. Прицеливание не имеют, потому что не имеют оружия. Воля 80, защита 20. Оружие у них кулаки. И последний мутон, который появляется в игре, ближе к концу, это элитный мутон. То есть более крутой и продвинутый вариант обычного мутона. Кроме того, что у них больше очков здоровья, у них, естественно, и защита еще повышена. Что соответствует примерно призрачной броне у ваших бойцов. И несут они с собой уже тяжелую плазму. И в отличие от вашей тяжелой пехоты, элитные мутоны знают, как попадать. Особенно на высоких уровнях сложности. Зато у них, как и у остальных мутонов, кстати, только не у мутона берсерка. Ну, в общем, у них тоже слабая воля. Так что использовать против них отупление или контроль разума – хорошие идеи. На последних уровнях вообще контроль разума с мутонами творит чудеса в тактике. Вы воюете не своими бойцами, а мутонами. Итак, очки здоровья. 14, 14, 14, 18. Прицеливание 80, 80, 90 и 100. Воля 20. Защита 20, 20, 30, 30. Оружие – тяжелая плазма. Кризолиды. Вот это, пожалуй, мои самые нелюбимые противники в игре. Что они делают? Они подбегают к вашим солдатам или к мирным жителям. Загрызают их, используя ближнюю атаку. Она, правда, не очень сильна, но плюс к этому они еще и отравляют вас. Но самая большая проблема, что если они кого-то убивают, они откладывают в тело яйца. Яйцо, точнее. Одно из которого через несколько ходов рождается новый кризолид. А пока кризолид не родился, это тело становится зомби. Поэтому в миссиях устрашения, когда вам там надо спасать людей, и вот вы прилетаете и видите, что ваши противники кризолиды, то, знаете, схватка будет очень жаркой. Они занимают, пока вы до них доберетесь, они занимаются тем, что заражают мирных жителей. И вы через некоторое время имеете много маленьких в полном расцвете сил кризолидчиков. Так что кризолиды – это главная цель, особенно в миссиях устрашения. Если кризолид появляется рядом с вашим солдатом, а вы не уверены, что можете его убить, то лучше бегите. Потому что ладно фиг с ним, что вас убьют. Вы же получите двух кризолидов вместо одного. Очки здоровья на всех уровнях сложности 8. Прицеливания нет. Воля 120, так что под пси-контроль вы их не возьмете. Защита 10. Оружие их, жвалы и когти. Зомби. Ну это то, что может сделать из ваших солдат кризолиды. Они двигаются довольно медленно, не причиняют какого-то большого вреда, но зато у них много очков здоровья, и через некоторое время из них может появиться кризолид. Так что быстренько их выносите. Очки здоровья 10, 10, 10, 14. Прицеливания нет. Воля 120, защита 0. Оружие, кулаки и зубы. Дроны. Эти маленькие назойливые штучки обычно летают в парах рядом либо с кибердиском, либо с сектоподом. Они не очень сильные, как бы у них низкий урон, мало здоровья. Они не причинят много урона вашим солдатам, но главная их проблема в том, что они лечат вот главных роботов, либо кибердиск, либо сектопод. Поэтому рекомендуется сначала выносить их, прежде чем убивать главных роботов. Если, конечно, вы не уверены, что вы кибердиск или сектоподы не убьете с одного хода. Также есть апгрейд в литейном цеху. Вы можете апгрейдить дугомет, который берет под контроль этих дронов. Лично я их таким образом использовал как скаутов. Очки здоровья 3, 3, 5, 7. Прицеливания 60, 60, 70, 70. Воли нет, защита 10, оружие пушка дрона. Кибердиск. Такое небольшое летающее колесо смерти. Эта штука реально очень крутая и может причинить очень много урона, поэтому будьте осторожны, не лезьте на рожон. Обычная их атака это такой луч плазмы, который очень больно ранит и разносит ваше прикрытие. Кроме того, они и гранаты еще кидают. Так что группами солдат рядом с кибердиском не собирайтесь. Кроме того, у них имеется такая атака под названием «Цветок смерти». Это покрывает большой район, то есть типа гранаты, только еще больше урона приносит. А, и еще они взрываются, когда вы их убиваете. То есть рядом находиться не рекомендуется, иначе получат урон все те, кто рядом с местом взрыва находится. Обычно они любят кибердиски приближаться поближе к солдатам и стрелять с близкой дистанции, но не брезгуют и дальние атаки. У них есть как бы две формы. Сначала они летающим блюдцем выглядят, и когда они в этой форме, у них выше уровень защиты. Поэтому лучше, конечно, по ним стрелять, когда они раскрыты и становятся в боевую форму. Но тут же проблема в том, что если они раскрываются, значит, они стреляют по вас, по вам, по вашим бойцам, а это чревато смертью ваших бойцов. Так что все зависит от тактики. Я бы все-таки рекомендовал их каким-то образом добивать в еще закрытой форме издалека, естественно, предварительно уничтожив дронов, которые лечат кибердиски, чтобы они не приблизились к вашим солдатам и не уничтожили их. Очки здоровья 16-16-20-20, прицеливание 70-70-80-80, воли нет, защита 10, оружие, плазменный луч, цветок смерти и инопланетная граната. Сектопод. Это самый крутой противник. Ну, точнее, как сказать, самые крутые фериалы, конечно. С самым большим количеством очков здоровья. Они очень большие, очень живучие, и роботы к тому же. У них больше всего очков здоровья из всех противников в этой игре. И они, пожалуй, больше всего и урона наносят. Они могут выпустить луч пламени из своей груди, который поражает какую-нибудь цель на расстоянии. Кроме того, у них есть дополнительная плазменная пушка, которой они стреляют как бы в ответ на ваши действия. Ну, причем даже когда робот не становится вот в боеготовность, понимаете, да? То есть в любом случае, если вы стреляете по сектоподу, он обязательно вам ответит. Поэтому вы можете думать, что вы прикрыты от дистанционной атаки стрелять по нему, но нет. Он может подойти и кинуть кластерную бомбу в группу ваших ребят. Лучший способ с ними бороться – это тяжелые пехоты, у которых есть обилка против роботов, которая добавляет 100% к урону роботам. И два выстрела из тяжелой плазмы будет достаточно, чтобы убить сектопода, даже без критического попадания. С другой стороны, у них очень высокая защита, поэтому попасть по ним не так уж легко. Так что, возможно, стоит еще использовать штурмовиков с огнем на подавление, который снижает защиту, и вы тогда сможете накрыть сектопода своей тяжелой пехотой. Ну и, естественно, как и рядом с кибердиском, рядом с сектоподом летает пара дронов, которые лечат его. Имейте тоже в виду. Очков здоровья – 30-30-30-30, прицеливание – 80-80-90-90, воли нет, защита – 30, оружие – пушка в груди, плазменная пушка и кластерная бомба. Эфериалы. Вот эти чуваки могут принести вам много головной боли. Несмотря на то, что вот во время вскрытия ваши научные консультанты опишут их как физически слабые, у них почему-то очень много очков здоровья. То есть больше на самом деле только у сектопода очков здоровья. Что за фигня такая? Что же это за физически слабые фериалы? Кроме того, у них аж 40 защита. То есть считайте, как будто они всегда за полным прикрытием, даже когда находятся на открытой местности. Кроме того, у них на 60% снижена вероятность критического попадания по ним. То есть вы очень редко будете по ним критически попадать. А, кстати, я упомянул, что они могут использовать вот этот трюк джедая с отражением выстрелов. Так вот, они могут отражать ваши выстрелы. Их главная сила – это псионика, так что ваша броня и прикрытие, где вы спрячетесь, не очень-то помогут вашим солдатам. Они используют отупление, используют контроль разума. Точнее, наверное, сначала они используют контроль разума. Это самое главное. Берут под контроль ваших солдат, а потом уже отупление, чтобы добить остальных. Кроме того, у них есть способность под названием «Пси-копьё», которое ещё больше делает урона цели с низкой волей. И «Пси-вытягивание» или «Пси-вампиризм». Они таким образом берут 5 очков здоровья у дружественной цели себе. Как вы понимаете, обычно этой дружественной целью является ваш солдат под контролем разума. Ну и напоследок у них ещё есть такая способность под названием «Разрыв» или «Трещина», по-английски «Рифт». Это «Пси-урон» на большой площади. Ну, считайте, как будто гранату кидает, только это через «Пси-способность» делается. Так что, если вы видите «Фериала», в первую очередь убейте его, иначе будут большие проблемы. В связи с тем, что у него высокая защита, лучше обходить его с фланга и стрелять уже с фланга. Поэтому неплохо работают штурмовики, закрытые призрачной бронёй. Псианические атаки против эфериалов не сработают, у них слишком высокая воля. Зато неплохо контролировать какого-нибудь элитного мутона и натравливать его на эфериала. Ну и добивать, если есть возможность, снайперами. Очки здоровья 20, 20, 20, 25. Прицеливание 100, 100, 110, 110. Воля 120, 120, 145, 155. Защита 40. Оружие «Псионика». И последний, последний инопланетянин в этом не очень длинном списке – это высший эфериал. Так как эфериалы недостаточно крутые, разработчики, видите, сделали ещё и высшего эфериала. Ну тут понятно, больше очков здоровья, высшая воля, лучше прицеливание, высшая вероятность отразить ваш выстрел вот этой джедайской штучкой. Слава богу, что он в этой игре всего лишь один. Как вы понимаете, в каждой игре должен быть свой главный финальный босс. Вот в «Экском» это высший эфериал. Очки здоровья 25, 25, 25, 30. Прицеливание 120, 120, 130, 130. Воля 150, 150, 150, 160. Защита 40, 40, 40, 50. Оружие «Псионика». Всё, на этом всё. Все инопланетяне перечислены. Меня зовут Лёша Халецкий. Подписывайтесь на канал «Лёша играет» и выбирайте хорошие игры. Удачи вам!